Приветствую друзья! В этом видео хотел бы рассказать вам о, пожалуй, наиболее легендарном советском мотоцикле – Ишь Планета Спорт. И особенно хотелось бы заострить внимание на истории и предпосылках появления данной техники. Запасайтесь вкусностями, грейте чай после короткой рекламной интеграции. Приступим! Мы находимся в преддверии нового года и давно пора задуматься о подарках. Для настоящего мотоциклиста аксессуары для техники могут стать отличным вариантом. И в этом вам поможет фирма Kinetic Fun, которая предлагает широчайший ассортимент сумок, как для путешествий, так и для городской езды. Примерить можно на сайте онлайн, а если даже размер не подойдет – замена бесплатная. Также у ребят есть чехлы на технику любого формата, начиная от мопеда и заканчивая большими турерами. Помимо этого различные держатели телефонов, багажные сетки, гарнитуры и сувенирная продукция. Все ссылки в описании видео и закрепленном комментарии. Переходи, порадуй себя, своих близких и технику. Иш Планета Спорт, пожалуй, одно из самых неординарных творений нашего мотопрома. К тому же, это мотоцикл-легенда. Но мало кто знает, что у этой техники богатая предыстория. Концепция ее двигателя была обкатана на престижных международных шестидневных соревнованиях FIM еще в 60-х годах. К началу 60-х советская сборная, набравшись опыта, стала добиваться больших успехов в мотоспорте. Так, на 37-х международных шестидневных соревнованиях, проходивших в Баварских Альпах, наши спортсмены впервые заняли третье место в борьбе за главный приз – международный трофей, уступив только сборным Чехословакии и Великобритании. Однако, несмотря на успех, оставалась масса нерешенных проблем и задач. Техника отставала от конкурентов технологически, следовательно, была тяжелее и не такая мощная. Техническое отставание конструкторы Ижевского машиностроительного завода постарались преодолеть, разработав к сезону 64-го года совершенно новую модель – спортивный мотоцикл ИЖ-65М. Руководил этой работой начальник отдела перспективного проектирования спортивных мотоциклов Николай Иванович Слесаренко. Мотор мотоцикла Иж-65М впервые был испытан на соревнованиях в 61-м году на экспериментальной модели кроссового мотоцикла Иж-61К. Двигатель конструкции Николая Перервы под собственным индексом Иж-349 представлял собой одноцилиндровый короткоходный двухтактный агрегат рабочим объемом 340 см кубических. Диаметр цилиндра 76 мм, ход 75 мм. Для снижения объема кривошипной камеры был уменьшен диаметр щек коленвала, что привело к применению дополнительного выносного маховика. В качестве трансмиссии применили шестиступенчатую коробку передач, позволявшую лучше использовать крутящий момент двигателя в зависимости от дорожных условий. Переключение передач с низшей на высшую производилось нажатием на педаль сверху вниз. Моторная передача была не цепная, а шестеренчатая. В 1962 году сборная команда участвовала в шестидневке с моделью ИШ-60МС. В 1963 году на этом мотоцикле при сохранении прежнего индекса стала применяться новая цилиндропоршневая группа 76 на 75 мм. И вот двигатель от ИШ-60МС и достался ИШ-65М 1964 года. При этом его мощность выросла с 23 до 26 лошадиных сил. Итогом работы над мотоциклом стало достойное третье место советской команды, занятая в борьбе за международный трофей на 39-х международных шестидневных соревнованиях, проводившихся в 1964 году в ГДР. На старт шестидневки вышло 226 спортсменов из 14 стран. В общей сложности гонщики советской сборной завоевали 11 золотых и 5 серебряных медалей. Немалую роль в успехе сыграл ИШ-65М. Соревнования 65 и 66 годов были не столь успешными. К 65 году мощность двигателя удалось повысить до 28 лошадиных сил. Была создана кроссовая версия мотоцикла ИШ-65К. И тут вы спросите, а какое отношение имеет эта техника к планете спорт? А я отвечу, непосредственное. Ижевский короткоходный двигатель, как показало время, ожидало большое будущее. Пройдя многочисленные этапы модернизации, он был применен на ПСе. В начале 70-х годов на Ижмаше создали инициативную группу, которая приступила к разработке по-настоящему новой перспективной модели с возможностью поставок на экспорт. Характеристики были вполне на уровне тогдашних Ямах и Хонд. 20 сентября 71 года с заявкой с номером 5373 Ижевский Мотозавод обратился в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министра в СССР на регистрацию промышленного образца дорожно-спортивного мотоцикла. Сделали один опытный экземпляр и послали на ВДНХ. А у Спарта были не только хорошие характеристики, но и приятный внешний вид. На выставке его видели иностранцы и закрутилось. Берем 30 тысяч, берем 40 тысяч. Директора завода вызвали в ЦК КПСС и сказали, коли решились без спроса выставить мотоцикл, извольте в течение года организовать выпуск в необходимых количествах на экспорт. А на заводе лишь опытный образец. Два уже готовых новых корпуса, предназначенных для выпуска оружия, тут же переоборудовали под выпуск мотоциклов. Естественно, все делали в спешке. 10 августа 1973 года свидетельством на промышленный образец 3306 заявка была утверждена. В этом же году, радикально не похожий на остальные планеты, мотоцикл был представлен публике, а в 74-м пошел в серию. В момент начала выпуска мотоцикл стоил около 1050 рублей, последующие партии стали продаваться по 1000. Значимую для характеристик роль играл только японский карбюратор Mikuni, который позволял двухтактной одностволке выдавать 32 лошадки и 34 ньютона. Версии ИШ-ПС с отечественным карбюратором и сниженной степенью сжатия могли похвастаться табуном лишь в 28 лошадок. Замечу, что ПС обладал наибольшей удельной мощностью среди гражданской мототехники в Советском Союзе. При сухом весе в 135 килограмм и мощности 32 лошадиные силы это значение составляло 237 лошадиных сил на 1 тонну. Теперь думаю, вкратце стоит пробежаться по информации, как отличается ИШ-ПС по годам выпуска. На мотоциклах первого 1974 года выпуска двигатель крепился на резиновых демпферах. Оребрение головки цилиндра было веерным. Применялся карбюратор Mikuni AEX, ГДРовский воздушный фильтр Fill Truck и прямой глушитель. На части мотоцикла в основном экспортные стояла зарубежная резина Barum, Чехословакия и IRC, Япония. Спидометр Vaglia Borletti, такие ставили на Панонию. Указатели поворота в генератор отечественного производства. Также из зарубежного. Комбинированные переключатели на руле от японского мотоцикла Honda CB350. Замок зажигания PAL с мотоцикла Yava. Свеча зажигания Magnetti Morelli, Италия. Звуковой сигнал Nikko, Япония. Задний фонарь Стэнли, Япония. Оптический элемент фары с мотоцикла Pannonia T5. Позже западногерманская Hela. Для стран с левосторонним движением фирмы Lucas. Аккумуляторная батарея из Японии. В 1975 году орибрение головки цилиндра сменилось на прямое. Применили карбюратор Mikuni WM3289. Комбинированные переключатели на руле и замок зажигания от мотоцикла Yamaha RD350 и соответствующие им рычаги. Вилку переднего колеса удлинили на 2,5 мм, изменив размер установленных на ней гофр и верхнюю траверсу. Увеличили толщину спиц в колесах. Под конец года отечественные указатели поворотов заменяют на японские Стэнли. Изменено крепление направляющего ушка переднего тормозного барабана с заклепочного на цельнолитое. В 1976 году устанавливается отечественный спидометр SP102. На экспортных версиях остался Borletti. Новый отечественный оптический элемент фары FG137. Появился глушитель с изгибом концевой части. В 1977 из-за увеличения корпуса воздушного фильтра перемещают ручной насос на переднюю трубу рамы около цилиндра двигателя. Ранее он находился под баком. Реле напряжения под топливный бак. Мотоцикл получает новые амортизаторы задней подвески без декоративных колпаков. С 1978 года двигатель стали устанавливать в раму жестко. Применили отечественный карбюратор K62M. Для установки монетки управления топливным корректором имеющегося в нем введено резьбовое отверстие в трубке руля справа. Вместо самоклеящихся надписей на баке вводят пластиковые логотипы с креплением на винтах. Происходит постепенный переход на отечественное комплектующее электрооборудование. С 1979 года увеличена длина маятника заднего колеса и применен новый спидометр SP-102A. В 1980-81 вместо генератора GP-1 устанавливается новый унифицированный с четвертым поколением планет и Юпитеров. Установлен новый отечественный звуковой сигнал и оптический элемент фары. Я постарался перечислить основные моменты. С вносимыми в конструкцию коррективами связаны некоторые разночтения в источниках, отвечающих на тот или иной вопрос. В частности, показатели сухой массы колеблются в пределах 135-155 кг. В том, что у поклонников двухколесной техники, особенно ценятся PS-ы первых годов выпуска, нет ничего удивительного. Они лучше изготовлены и укомплектованы, отличаются более высокими динамическими характеристиками. Под занавес производства в паспорте ИЖ Планета Спорт максимальную скорость указывали не 140, а всего лишь 135 км в час. Мотоцикл продержался на конвейере до 1984 года, после чего был снят с производства. Всего было выпущено 215 210 единиц техники. В воздухе остался висеть вопрос, почему PS сняли с производства и почему у него не было наследника. По одной из версий, производство PS-а было убыточным. Зарубежные комплектующие ранних версий Спарта, ясное дело стоили денег. Превышать установленную государством цену заводчане также не смели. Вот и пришлось впоследствии отказаться и от карбюратора Микуни, и от забугорной оптики и прочих деталей. Но и это особо не улучшило положение. Что же касается наследника, то перестройка и развал Союза не дали этому свершиться. Интересно узнать вашу версию на эту тему, так что обязательно напишите свое видение в комментарии. На этом мой рассказ подходит к концу. С вами был канал Кроссмота, его ведущий Владимир Красюк. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok